я всегда когда поливаю орхидеи и так у меня приходится их выставлять в кухне мне такое впечатление что-то как-то выглядит немножко феерично я так как бы между ними прохожу бывает больше сегодня просто как с правой стороны их меньше получилось а то так получается такой проход я так прохожу между своими цветочками вот белая собирается цвести а я собираюсь сегодня воскресенье поехать в такапуну на рынок укропчика прикупить там тетенька стоит которая выращивает укроп специально для русских и продает вот сейчас сколько там без 15 8 утра но мы собрались тут с моей соседкой приятельнице с которой они недавно познакомились именно через блог мой ха-ха собрались сегодня поехать туда вместе договорились на 9 часов утра встретиться так что у меня еще есть час впереди и так мы встретились с татьяной едем такапуну стоим сейчас на светофоре ну и наша прекрасная sky tower погода хорошая для меня я не люблю что было жарко облачка и даже может быть не повезет и нас побрызгает дождиком вот мы приехали сюда на эту остановку перешли по переходу и идем на рынок то есть рынок это просто парковка обыкновенная и вот воскресный день здесь дают а четыре часа людям чтобы они могли прийти и попродавать то что им хочется вот здесь можно купить овощи фрукты цена не дешевле не намного скажем но есть дешевле вот перец болгарский 250 сколько тут получается три штуки морковка вот такая упаковка рубль 50 то есть это я продолжаю как бы про овощи и фрукты вам показывать там мясо рыба молочно это потом ну так лук такой красный будет сколько написано один килограмм три доллара что это тоже 2 доллара килограмм помидорчики килограмм 250 то есть цена не дешевле не дешевле ну может быть свежее может быть и нет вот здесь вот женщина с машины такой вот там собачками продают орхидеи у нее подешевле немножко чем магазине там где я покупаю банн я даже покупала у нее одну орхидею у меня есть море и вот у нее здесь и мини орхидеи и другие можно принципе покупать здесь дешевле чем магазине если магазине 40 долларов то тут у нее можно 35 купить большую мини орхидеи 20 долларов можно что-то выбрать здесь вот я посмотрю такая вот симпатичная орхидеечка это посмотрю если у нее название ой даже есть название час я достану очки прочитаю название секундочку прочитала ее название называется хэритейл очень похоже на мою розовую так что пока наверное я ее покупать не буду подставлю сторону тут еще от есть маленькие но это на сантьяго похоже орхидеечку такие ну принципе люди покупают в принципе выбрать можно кое-что это же женщина продает и другие виды орхидей у нее есть и энцидиумы такие разные некрасивые но я не покупаю потому что я не очень знаю как за ними ухаживать а наш гуру горячевский не показывает как за ними ухаживать поэтому меня как бы нет такого опыта я их не покупаю орхидеи очень красивая посмотрите какая белая с такой серединочкой а вот желтенькая с такой коричневатой серединкой а это кто у нас такой а вот очень красивая вот люди покупают две орхидеи и вот какая красотулечка стоит спряталась цена на нее 30 долларов то есть у нее здесь орхидеи по 30 долларов ну а мы пошли дальше а вот здесь такой стоит армянин и жена они разговаривают по-русски они так продают колбаску тут всякую разную не думаю что это не делали может что-то делали но скорее всего деталь взяли потому что очень похоже на магазинскую вот здесь такое всякое разное ну знаете как на барахолке да можно купить всякое и одежду можно купить и какие-то он там что там бокальчики графинчик ну еще всякое такое разное пошел на здесь здесь вот продаются такие композиции как бы цветочки и сделаны сделано в виде цветов в горшочке ну это такие свечи которые можно зажигать мыло здесь вот такой вот интересное мыло сделано как мороженое на палочке очень красиво вот посмотрите какое классное мыло красивое волосы такое мыло очень аппетитно выглядит так и хочется его скушать клубника продается такая коробочка сейчас я возьму ее руки чтобы вы увидели какая ее величина до грамм 600 наверно не что-то около этого такая коробочка стоит 4 доллара или 3 на 10 долларов помидоры такая коробочка 3 на 5 доллара называется сладкие компари помидоры такая коробочка 2 доллара 1 коробочка или 3 на 5 долларов ну а здесь это то что всегда греет мое сердце все то что я хочу всегда покупать тарелочки вот такие интересные красивые тарелочки всякие разные не знаю мне всего хочется я люблю такое господи вот такая красота это очень похоже на мою вышитую сумку и вообще я собираю такие как бы как это не называется вот такие шкатулочки вы посмотрите не знаю я вот такое люблю в таком духе такой восхитительно красивые сюжеты не знает это что-то по-моему викторианское ну вот я люблю такое а я вот это то что я вообще собираю это такие шкатулочки форме сердца только что-то она такая она треснувшая нет не буду даже спрашивать сколько она стоит ну и прочее тут такие фигурки это сказочные герои здесь есть это дамы такие красивые если хочется украсить свое так сказать жилье почему бы и не купить цены очень разные ну вот за такую девочку с кем это она с игрушкой хотят 135 долларов хотят такая дама шляпе написано 160 долларов но здесь не очень дешево тут была тетенька которая 30 лет торговала у нее можно было купить и за 5 долларов и за 10 долларов ну а здесь такой столик подороже но если кому хочется то почему бы и не купить вот здесь такие красивые тарелочки мое так сказать советское сознание хочет такого потому что мы советском союзе такого никогда не видели у нас такой красоты никогда не продавалось а люди это всю жизнь покупали что поделаешь при каждом строе есть свои какие-то достатки и недостатки скажем так столик это как бы для мужчин эти всякие железяки и не очень них так разбираюсь но мне не очень это нужно тут какие-то старые часы можно купить и такого перу кто-то привез тарелочку из перу и теперь хочет нам ее продать а вот даже и бинокли есть как интересно малярные кисти то есть за дешево можно купить ой а даже лыжи это наверно водные лыжи да я не разбираюсь но что-то вроде похоже на водные лыжи ну и столика с лыжами плавно переходим к столику где орехи орехи это дорого вот такой кулечек небольшой 10 долларов ну тут наверно килограмм 20 долларов что это у них тут оранжевый мармелад яблочное масло называется олив песто оливковое песто ну и здесь такая консервация перец болгарский и томата ну такое мы сами умеем делать у нас руки есть так это шо это такая выпечка которая стоит 750 на столе можно купить саженцы клубнику какую-то продают 4 на 10 долларов еще и две в подарок написано 6 что далее это такие по моему как это георгины только такие не пышные ну и тут всякие вот что-то малина 5 долларов саженец малины можно купить ну и что-то такое вьющиеся здесь вот всякая зелень это вы слышите прошли китайские женщины разговаривают на каком-то китайском кто не знает о китайских языках ну как это китайская языка как такового нету а есть два языка основных у них кантонис и мандарин то есть мандарин это больше такой по большей части территории кантонис это такая по моему поменьше часть территории ближе туда гонконгу ой какие лилии обратите внимание какие лилии не фигасе цветочек всякую рассаду всяких саженцем можно купить вот такой синенький за 3 доллара продают я не знаю с горшком его так продают или без горшка но можно купить такой там он даже же какой-то плодик висит маленький танечка вот прогуливается таня привет ей интересно на первый раз на этом рынке ну что тут не сравнить конечно с нашими какими-то там рынками такой какой есть такой есть это здесь люди сели покушать но мы плавно плавно двигаемся вон туда там продают укроп то что хочется хочется укропа здесь всякие украшения женщина смотрит какие-то украшения что тут еще вот пожалуйста можно выпечку купить такой не очень дорого кулечек 250 я бы сказала что это совсем недорого у нас на queen street одна такая штучка продается за 250 щедро щедро продаются яйца free range это значит курочки гуляли свободно они сидели а я это что это что-то такие подозрительные какие-то яйца от вот таких курочек яйца новой зеландии продаются по 12 штук если они считают на дюжину тут можно покушать купить такой шашлычок дымком тянет и такие вот жареные как бы вареники это абсолютные вареники они называются дамплинс это из китайского языка исходит вот мужчина покупает коробочку значит вот написано сколько это будет стоить 8 штук таких вареников на 5 долларов ничего или 16 штук на 10 долларов нашу их лепите нашу их делать купил и объелся там будет мясо может быть с какими-то овощами так это масло греется что-то в масле будут жарить пока мы с вами посмотрели на вывеску шашлычки уже так красиво поджарились дальше от этой палатки здесь стоят продаются цветочки суккуленты у меня их нету 5 долларов каждый такой маленький горшочек горшочек очень маленький такой совсем малюсенький я предпочитаю те цветочки которые надо поливать ну и тут заодно и можно вот выбрать всякие украшения какие-то такой браслетик какой-то там 20 долларов стоит ну и все остальные браслетики тоже по 20 долларов а о привет оказывается тут и свои сказала продавец что здесь натуральные камни замечательно выглядит красиво все это вот похоже на как это лунный камень похоже на мундстоун очень да это мундстоун у вас это совсем недорого я бы сказала поскольку сказали что украшение серебряные то это очень недорого и очень красиво а кто это делает вы сами делаете это на и на вас это тоже да потрясающе очень красиво я уже вышла из этого возраста к сожалению как-то я знаю что как бы в советское время будучи молодыми мы душу отдали за то чтобы иметь вот такую красоту это то чтобы можно было купить это вот из янтаря изделия пожалуйста сколько много боже мой какие люди талантливые красотень такую делают вы здесь не каждый раз бываете да не каждый раз а вы откуда вы из оклин да или откуда-то приезжайте из оклин да все замечательно очень красиво спасибо большое ну тут дух шагах масло растительное сколько 250 грамм 4 доллара это такое как бы первого отжима называется extra virgin olive oil должно быть вкусное носочки что тут носочки вот носочки такая упаковка 1 2 3 3 пары 5 долларов пожалуйста выбирай не хочу какие хочешь носочки вот кто-то книжки продает может новый ну скорее всего поддержанные и так мы шли шли и наконец-то дошли вот здесь продается укроп сейчас я покажу такой кучочек 2 доллара или 3 кучочка на 5 долларов вот я выбрала 5 кучочка таня тоже купила уже а я пошла расплатиться так таня пошла посмотреть фрукты какие здесь есть здесь вот баночки можно купить моя душа которая любит посадить яркие в баночку ну может когда-нибудь и решит что-нибудь купить не очень дешево такая баночка 21 доллар хотят за нее так ничего не к такая цена а это что новый нового сезона центра латага эйприкот джем то есть это абрикосовое варенье из атага 7 долларов такая баночка сколько тут грамм наверно грамм 300-400 что-то около этого вот а я сейчас тоже посмотрю здесь фрукты какие-то купить сливы 3 50 килограмм по моему супермаркете они были 6 долларов да я точно не помню абрикосы 350 килограмм у это дешево тоже в супермаркете они были нас там 9 или 10 долларов килограмм что-то такое так что еще здесь ой это то что я хочу купить это такие нектарины белые нектарины 350 килограмм замечательные сладкие сейчас она выбираю себе целую сеточку извините но я вас отключу кукуруза вот 6 долларов на ой 6 штук на 5 долларов ничем не отличается почти супермаркета на одну штуку у них такой у них вкусные овощи они их привозят из керри 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 это не очень далеко от окленда такой городишко но у нас нету сел таких вот как допустим там село здесь нету здесь либо ферма либо это какой-то городок будет так а я выбираю вот эти такие белые нектарины я вообще любила персики но вот это знаете шкурка не все ж любят да эту шкурка мне так вообще она нервирует на зубах поэтому я сейчас выбираю такие белые хорошо такие окрашенные нектарины вот и она выбирала кулек персиков на себя и на свою старшую дочь на выбирала кулек абрикос и сейчас буду он там у дяденьки там вот заплачу он взвесит я заплачу общем и видели до абрикосы 350 килограмм нектарины тоже 350 килограмм вот эти два кулечка потянули на 8 долларов я дала 10 медали 2 доллара сдачи здесь на вес помидоры рубль 99 килограмм там он можно повыбирать огурчики почем они а вижу 4 доллара килограмма там такие всякие кривенький маленький ну в общем такие если хочется повыбирать на штуки вот один такой огурчик 99 копеек штука такие помидоры ой я так их люблю эти сладкие 5 долларов килограмм а почем черешня такая как и в супермаркете 12 долларов упаковка стоит там будет 700 грамм а люди вот любят повыбирать здесь вот такие огурчики это они свеженькие кто-то любит такие маленькие он совсем выбирает тоже такие вот милипюсенькие если кто хочет совсем милипюсенькие я нахожу что они вкусом не отличаются от больших фасоль такая зеленая 4 99 килограмм что тут еще у нас а это откуда они очки плень надевать гранаты 4 доллара штука естественно это не тут выросли не тут они выросли откуда написано сейчас одену все-таки очки посмотрю через очки это юэсэй гранаты или 3 на 10 долларов таких там такая фасоль зеленая и горох есть зелененький горох что тут еще о синенькие 4 99 килограмм сейчас я куплю парочку вот тут такие бурячки они одного сорта здесь новой зеландии везде 3 доллара килограмм получается так за 99 зеленый горох и такая вот зеленая фасоль стручковая другого вида 11 долларов килограмм и бананы у них тут вот аж для ассортимента 250 килограмм ой что тут еще перец болгарский ну тут и такой на вес золота три штуки на 2 доллара ну так как бы и не очень дорого такой от перчик 4 написание что такое 4 доллара не поняла 99 копеек штука такой зеленый перец может быть он даже быть такой немножко ядовитый 12 долларов килограмм и какие-то у них тут грибочки 16 долларов килограмм потому взвешивают сейчас я так встану сюда за этим дяденькой и взвешусь свои синенькие вот тут они у меня два вот таких моих два синеньких потянули на 390 получилось но я и дала 5 долларов она мне дала 1 доллар и 10 центов сдачи два синеньких хорошие большие такие очень хорошего качества а вот тут продаются такие грибочки которые выглядят замечательно и интересно такие это ойстер машин как это вешенка вешенка вот ну такой кулечек бумажный кулечек небольшой 5 долларов можно купить и пожалуйста выращивать у себя такие грибы грибочки то есть и хочется очень интересно и иногда покупаю здесь я знаю точно что они свежие это какие-то вот и длина я сказала девушки что ее увидит как минимум 13 тысяч блогеров на сегодняшний ой извините блогеров зрителей на ютубе ей было это очень интересно она спросила снимаю ли я только здесь новой зеландии еще где-то искал да я живу здесь новой зеландии и снимаю по новой зеландии так ну тут уже овощи раскупили помидоры были 3 доллара килограмм что тут еще маленькие помидорчики красивые на вид я их не покупаю потому что я как бы не люблю кушать шкуру я люблю что помидор был большой такой как сказала когда-то одна женщина в очереди в украине что она не любит мелкой картошки и мелкой рыбы так и я я не люблю ни мелкую картошку ни мелкую рыбу ни мелкие помидоры так ну а я иду хочу показать вам такое знаете место как выглядит туалет на рынке если у вас есть туалет и я с ужасом вспоминаю тот туалет на рынке который был у нас в украине в городе днепродзержинске ну потом там построили новый но старый туалет я помню это была такая территория на которую без противогаза трудно было зайти он не уже жарко я уже мечтаю быстренько быстренько в автобус и домой такая детская площадка здесь миленькая прямо возле этой стоянки вот такой небольшой парк там мамы с детками гуляют далеко там видно розы может я подойду туда к ним поснимать но все-таки сначала покажу вам туалет как выглядит вот это здание туалета хочу заметить если кто не знает что новой зеландии все туалеты бесплатные везде хоть в лесу хоть на вокзале хоть где угодно они бесплатные всегда есть туалетная бумага всегда есть чем помыть руки и вот это мужской и можно заехать инвалиду это женский можно заехать инвалиду ну сейчас посмотрим насколько чище новозеландском туалете ли насколько чист заходим вот кабинки такие можно выйти и пройти насквозь что тут у нас кабинки все закрыты все заняты на такие умывальники из нержавейки это такой диспенсер для того для мыла для жидкого шпюкнула мне таким мыло ой водичку я нажала не вы ужаснетесь глядя на мой внешний вид ужас 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 там вышла и пошла бабушка инвалидного отделения она не только инвалидная сюда вот можно здесь есть умывальник здесь есть вот туалетная бумага стол для пеленания ребенка можно перепеленать ребенка довольно чисто неплохо бумажку что-то бросил только такое дело тут я кстати и не вижу куда бросать то а вон он аж куда не под стол засунули это вот куда можно бросать женщины знают что туда можно бросать поэтому как бы не очень аккуратно но здесь вот так более менее чисто аккуратно тоже на стене это нажимать воду для того чтобы она смывалась и здесь я хочу заметить что здесь если вы обратили внимание я когда нажала немножко вода сразу и прекратилась но если так вот нажать и держать долго то она будет бежать столько сколько ты будешь держать но у меня одна рука занята было поэтому как бы так она и затем много не надо ну тебе хлопнула то пожалуйста по мою руки тебе будет этого достаточно так но я выйду все-таки туда и пройду не поленюсь два шага мне жарко это я шучу насчет поленюсь уже люблю ходить на мне очень жарко я тут попробую перебежками так пройти по но в простыть как говорится по-украински то есть по прямой кто-то мне там сделал когда-то замечание что я хожу по траве здесь это принято здесь это можно и нужно и пожалуйста ложись или же на траве столько сколько тебе влезет так спускаемся и пошли по прямой какие там посмотреть какие там красивые розы ой там тоже солнце ну таким райским садом выглядят такие восхитительные розовые кусты под ними там тоже посажены какие-то цветочки не знаю какие не знаю их название некоторых вот такая тут то это голубь сидит какой-то отдыхает на солнышке греется я вижу что розовые кусты после дождя прямо наклонили свои такие здоровенные соцветия сейчас он я там посмотрю эти все соцветия так вниз очень красиво все ухожено кто за ними ухаживает как ухаживать я не знаю это такие цветочки мы в детстве их называли разноцветки мне кажется не называется типа космос мы это отрывали и клеили себе на ногти делали такой маникюр я помню когда она была лет семь восемь а вот я видела издалека пожалуйста роза не выдержала и такое большое соцветие ну завтра будет это праздники завтра будет рабочий день уже у нас и их подвяжут всех по дороге тут у меня такой магазин farmers это как бы типа универмага и вообще это вход такой большой торговый центр не где-то есть видео а если кому интересно вы можете посмотреть ну я туда заходить не буду мне не надо поэтому я иду 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 и на остановку туда там мы встретимся с татьяной и поедем домой